Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня у нас в студии Ольга Петровна Охлопкова, ведущий специалист отдела по традиционной культуре Дома Дружбы Народов имени Алексея Лисеевича Кулаковского и Еремей Ильич Садовников, председатель общественной организации Ассоциации Эвенов у Лаханчестайского национального наслега Эгджен Мола. Добрый день! Добрый день! Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день! Добрый день! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кто инициатор этого проекта? Мы начали об этом думать еще в 2010 году, когда в Музее музыки и фольклора собирали ивенов. Тогда впервые прозвучало о том, что хэди нужно изучать, надо показывать, что очень много забыто. Тогда мы не знали, с какого конца брать. И пришли к выводу, что надо начинать, по крайней мере, хотя бы разобраться, как танцуется этот круговой танец. Смотрели, пытались как-то классифицировать. Ну и, в общем-то, условно пришли к выводу, что надо разобрать этот танец по родам. Если у ивенков круговой танец, он как-то связан с обрядами, то у ивенов это никак не подходило. Пытались по районам, тоже не получалось. В конечном итоге мы остановились, что, скорее всего, этот танец развивается по родовым направлениям. И тогда впервые мы начали проводить занятия, мастер-классы по родам ивенов. Это прошли... Себян Кёль показал свои танцы, Мома показала танцы, Аймекон показал танцы, и Эвена Батантайские. Алаиховские, наверное. Алаиховские. Ну вот, надо сказать, что здесь застрельщиками тогда были как раз Алаиховские вены. Акулина Петровна, Трайзе, там как раз случилось, что был в командировке Владимир Николаевич Слепцов. И вот тогда у нас более-менее ярко стали различать, что у нас круговой танец хэдди, он больше разделяется по родам. Ну и потом, в принципе-то, мы не рискнули говорить о фестивале. Уже в Доме дружбы стали проводить праздник кругового танца, хоровод Надежды. На базе клуба, созданного Акулиной Петровной Трайзе, Иранга Надежды. Ну и увидели, что этот танец, он пользуется особой популярностью. С таким удовольствием нам в конечном итоге были залы заполненные полностью, танцевали все. Ну, помимо хэдди, мы там еще и показывали круговые танцы. Далган, Эвенков, Юкагиров, Чукчий даже показали танцы. А в 19-м году, в декабре, на нас вышел Иремей Ильич и высказал самое заветное наше желание. Он заговорил о том, что надо провести фестиваль. И мы с ним договорились, что начнут они у себя, у Лахан Чистаи. И уже тут в начале года обговорили, что надо провести. Тут же выяснилось, что это, оказывается, не первая попытка фестиваль провести, что уже проводили в 90-х годах, в конце 90-х годах. И поэтому у нас возникло, разработали положение, разослали. И вот сейчас, если говорить, то у нас идет такая поддержка с районов. Поднялись Аймеконские Эвены, поднялись Момские Эвены, Алайховские. И надо сказать, что нам надо еще успевать. Почему? Потому что осталось совсем немного людей, которые помнят настоящие напевы, настоящие шаги. Но надо сказать, что это танец такой, сакральный. Раньше Эвены его танцевали практически раза два в год по самым таким важным, жизненно необходимым событиям. Это было встреча Нового года летом, и когда рода уходили на зимовку. И тут, в принципе, уже, вы понимаете, это коренные народы, они живут на одной волне с природой. И поэтому, когда танцует этот танец, вот эта чувствуется энергетика, которая идет от природы, от родной земли, она переходит в танец. И когда в танце люди кружатся, там же очень плотно держится локоть к локтю, плечо к плечу. И человек, в танце вырабатывается очень мощная общая энергетика, которая заряжает каждого. И после этого танца народ-то выходит, вы заметили, наверное, по нашим круговым танцам 9 августа, народ оттуда выходит осветленный такой. Да, окрыленный, подушевленный, очистившийся. Ольга Петровна, Эремей Ильич к нам приехал из Мумского района, Улаханчистая, который, в принципе, это родина тоже великих людей наших августских. Николай Исаевич Тарабукин, там Василий Дмитриевич Лебедев, Петр Николаевич Старков. И там же, в Улаханчистая, в Мумском районе вообще очень сильно была развита культура гэдди. То есть, пели старики, танцевали, специально на Агденмуле собирались в старину и проводили праздник встречи. Эремей Ильич, Вы, наверное, с детства тоже росли в атмосфере, когда гэдди танцевали, запевали. Кто Вас направлял, кто Вас учил? Смотрел в детстве, как старики в стаде встречались, они, и вот в кунтике они сперва между собой поговорили, и потом вот танцевали гэдди. И оттуда у меня вот такая вот воспоминание осталось, и вот потом уже когда, вот уже 90-х годов вот это все это смешалось, да, и у меня была мечта вот провести что-то вот такое большое. Но у меня вот в этом 2019 году у меня посетливо встретиться вот с Ольгой Петровной, с такими, с вами тоже, и с такими людьми, что поддержали вот мою идею. И я счастлив, что вот это сейчас уже возродится, да, наша Федя. Федя, это, хочу сказать, это наша Уэвенов, самые вот традиционные, и дух наших предков, и вместе мы вот с собой это, как бы... О жизни несём, да? Несём, да, да, несём вот это. Именно мы должны сообща, должны сейчас сохранить ту оставшуюся у нас традицию, культуру, если мы будем вместе, и должны вот это не у себя там держать, а вот надо выйти на большую, как бы сказать, ну как бы большой светлый как-то. Да, так и есть, Ереме Ильич. Ольга Петровна, сегодня в республике у нас осталось очень мало истинных носителей эвенского фольклора, культуры, традиций, и буквально они уже в возрасте очень сильно. Это Евдокия Николаевна Бокова наша, да, Михаил Николаевич Едукин, все те люди, Акулина Дмитриевна, Слепцова, Сабыйского района, все те люди, которые умеют и могут показать, они с нами всё равно очень щедро делятся всегда, и думаю, что на этот фестиваль они тоже приедут, да? Надеемся. У нас когда вот был слёт, не слёт, съезд оленеводов России, и на ипподроме там в Устьянском районе завёл Хэдди И.К. Иван. Иван Петрович Слепцов, да. Это было вообще очень интересно смотреть, это был совсем другой вариант, и вот, в принципе-то, как раз надо то, что сохранилось, сейчас надо возвращать народу. То есть фиксировать? Фиксировать, разучивать и возвращать народу, чтобы они знали, потому что с каждым танцем это память, родовая память идёт народа. Вот, и потом, это же, в принципе, танец разговора народа с своей землёй, со своей родиной. Там же вот идут не только, не просто слова, там же идут ещё и подражания криком зверей, птиц, хорканье, оленя, вот это всё. И вот это вот как кодовые звуки, которые потом возвращаются уже самой природой человеку. Поэтому вот, как коренные, они настоящие люди земли. В принципе, у нас ансамбль Долгунча, они как раз, когда мы начали заниматься вариантами родового Хэдди, они стали подбирать, и вот сейчас в репертуаре Долгунчи, там есть семь вариантов родовых запевов Хэдди. И они же начали изучать у каждого рода свой шаг. Не то, чтобы вот, когда мы начали и получили очень большой втык от Слепцова Владимира Николаевича, Чекурдахского, Аллаиховского, что у нас идёт смешение полностью и шага, и песен. И вот он там тогда показал, как у Чекурдахских это идёт шаг, как они запевают Долгунча, то есть Зинаида Платон вспомнила своих Кабяйских, и уже себе Анкельские показали чисто свой вариант Ламухинского Хэдди. Вот с этого толчка началось, и сейчас нам хочется, чтобы к этому процессу ещё присоединились учёные, потому что конкретно вот такого изучения танца ещё не было. Ольга Петровна, так получается, что сегодня традиционные танцы народов Севера, Хэдди, другие обязательные танцы, они в репертуаре любого ансамбля танцевального могут быть, да? И при этом искажается чистота, смешение идёт жанров полностью, и даже народов смешивает, даже в одежде есть такое, да? Вы по роду своей деятельности очень много работаете именно с ансамблями фольклорными, и надо сказать, что в Доме дружбы народов придерживаются вот чистоты этой, да, чтобы именно фольклорные ансамбли выдерживали стиль и направление, да? А молодые, которые в ансамбле создаются, кто с ними работает, кто им советует? Мы подключаем старейшин, с Аймулданом работают наши старейшины из Долгунчи, с Гиркеленом, там практически ассоциация эвенков подключила своих старейшин, они работают, показывают. И плюс ко всему мы ещё занимаемся возрождением обрядовых праздников, где как раз ищем материалы, воспоминания, восстанавливаем вот эти вот все настоя истинные обрядовые действия, обрядовые танцы, обрядовые песни. По программе там, получается, у нас и мастер-классы, и круглые столы запланированы, да? И три дня – это немного? Вы знаете, мы сначала думали два дня, а потом, когда начали, я примерно составила по откликам, по отзывам, по подъёму народа на местах, и вот там получается, что у нас только желающих выступить у эвенов по направлению родовых танцев 12. Это ещё неизвестно, сколько человек будет выступать, они же когда войдут, там же обязательно войдут. Они по полдня могут пить, да? Да, войдут в экстаз, их не остановить. Вот, это 12. У эвенов приблизительно, ориентировочно 10. У долган 2, если брать, у рюнхаинский хейра. У них ещё они сейчас осваивают красноярский хейра, это немного другой танец. Красноярцы показывали нам на Исехе Туймады в 18-м году. Вот, это тоже танец интересный. Вот, и у нас только был один чукотский танец в одном экземпляре. И у нас получается, что нам не хватало дня. Поэтому мы решили, что надо будет сделать всё-таки два дня чисто таких круглого стола и мастер-класса. Причём мы хотим сделать так, чтобы ведущими там были старейшины, чтобы они рассказывали о том, какое наследие получают народы и народ эвенский в настоящий момент. То есть именно те носители, которые с молоком матери впитали, владеют искусством хейджа, запивать хейджа, они будут показывать и рассказывать. То есть 17-18 марта все ценители, учёные, кто занимается или хочет овладеть искусством, могут подойти в национальную библиотеку. В национальную библиотеку в историческом зале будет проходить круглый стол и мастер-классы, да? Мастер-классы будут проходить. А основное действие, когда вот все будут показывать свои запевы, в том числе и русский хоровод, наши русские арктические старожилы, это, наверное, уже на улице? Это, да, это мы планируем как показательное на площади Аржаникидзе. Там каждый народ покажет свой вариант. Эвены, эвенки, юкагиры. Там тоже интересные танцы есть. 75 землей Петра Старкова, именно он первым создал фольклорный танец, сядя, танец солнца, да? И вот тоже разрешал, и вот свой словарь создал. Еще есть сяди, которые сяди, эти, Николай Лис, Слепсов, тоже юбилей в этом году, 90-летие, и будет наследственный праздник оленеводов, Лухан-Чистайский наследник. Это тоже очень большой праздник. И мы будем вот все это вот расскажем в этом мастер-классе. На мастер-классах покажете. Ну, первый мастер-класс мы показали в 2017 году. Это был колледж культуры и искусства там, студентам. Мы проводили тоже мастер-класс и показали там тоже в Хэде. Это Денмола. Это Денмола, да. Хэде у нас в республике есть. Есть, и оно, кстати, вызывает очень большой интерес. Только, не только Эвены. Стоит только завести Хэде, и, видимо, уже интуитивно, на подзарядку туда включаются практически все. Да. Ольга Петровна, как Вы думаете, после фестиваля будут ли наглядные пособия, сборники, видео, может быть, чтобы его можно было распространять в Ютубе, на том же портале нашем. Да, мы об этом как раз и думали, и в плане-то у нас стоит. Потому что мы говорим о нашей миссии возвращать народу то наследие, которое подзабыто, сохранено, но еще не распространяется, забывается на местах. Тут вот, в принципе, я хотела сказать еще, очень много собрал материала Максим Ильич Дудкин. Да. У него вообще багаж по культуре и по хэде очень большой. Да, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Максим Ильич Дудкин. Он, наверное, единственный из самых молодых исполнителей фольклора, носителей фольклора. И он великолепно запевает Хэде, конечно. Я мечтаю о том, чтобы фестиваль Хэде стал не таким, вот через 20 лет мы его вспомнили, провели, а периодически через каждые 2 года или 3 года в таком большом формате он в Республике на площади. Было бы хорошо. Да, было бы хорошо. Поэтому в резолюцию круглых столов это тоже надо, наверное, внести обязательно. И уже ответственных назначать за дальнейшие. Вот тут как раз вот сейчас идея про эстафету. Да. Прошла, создание эстафеты было бы здорово. Потому что у нас и говоры разные у венского народа, и танцы своеобразные. Потому что есть и тундренные вены, есть и горно-таежные, и таежные. Живем очень далеко друг от друга. Естественно, культура, хотя и она единая для всего народа, но свои особенности у каждого поселка, наслега есть. Да, это вот столкнулись, когда начали работать с венской культурой национальной. Там как раз столкнулись с этим. Мы уже стали различать таежные, горно-таежные, тундровые, тундренные вены. Там было, да, первый раз, когда проводили встречу солнца, там получилась такая вот немножко смешная ситуация. Решили сделать приглашение на венском языке. Спросили, дам дали, мы написали. Спросили тундровых и венов. Они нам дали слово. Горно-таежные увидели, говорят, а что это вы нас как собак подзываете? Я говорю, как, у нас так собак зовут. Я говорю, хорошо, тогда приглашение как у вас на вашем диалекте? Они называют, у меня обиделись тундровые. Сказали, это же так у нас птицы подживают. Особенности, да, своей тонкости есть. Да, есть тонкости, поэтому здесь очень осторожно надо подходить. И даже в костюмах различие очень сильное. Поэтому у нас вот и костюм, это, честно говоря, мы посмотрели, изучали, запрашивали каждый род. У нас костюмы эвенские, они разные. Постарались сделать так, чтобы костюм один был ламанхинских эвенов, другой мовских, среднеколымских березов из Березовки. И это у нас четвертый или пятый мы взяли с этого, с Эвена-Бетантая орнамент. Но вообще, по идее, родовые орнаменты, по-моему, потеряны. Их надо восстанавливать. Потому что что орнаменты, что хеди, они несут свой заряд, свою генетическую память. И надо восстанавливать. Я думаю, что все приедут, все, кто заявился на фестиваль, приедут. И второй республиканский фестиваль круговых танцев пройдет с очень большим успехом. Надеемся. И судя по реакции города Якутска, жители и гостей должно быть так. Так что, Ольга Петровна, еще раз приглашаем гостей и жителей нашей республики на второй республиканский фестиваль круговых танцев Хэдди. 19 марта, 12 часов, на площади Орженкицы будем танцевать круговые танцы. Приходите, МЛД Джумалда. Ну, я думаю, это будет не последнее, это будет только Хэдди. Следующие у нас будут и венкийские круговые танцы, и у кагирские. Мы даже нашли, говорили, что нет чукотца, у чукчей нет круговых танцев. Нашли круговой танец. Есть, оказывается, да, восстановленный? Да, у оленных чукчей есть круговой танец. Это не у морских? Не у морских. Хорошо. Ну и, Ремей Ильич, я вам тоже желаю, чтобы вы работали во благо своего народа, своего наслега. Ассоциация улханчестайского наслега, где Мола, она так активно о себе заявила, да, в последнее время. И в республике уже, как бы, мы о ней слышим, а в мероприятиях очень хорошие проводятся. Ну, я хочу тоже сказать, призывать всех своих сородичей выступать в этом фестивале. И это будет, наверное, наша самая большая традиционная культура. Прорыв. 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 Спасибо большое. Спасибо. Желаю удачи, успехов. Вместе будем танцевать. Спасибо. Уважаемые телезрители, сегодня у нас в студии были Ольга Петровна Охлопкова, ведущий специалист отдела по традиционным отраслям Дома Дружбы Народов имени Алексея Лисеевича Кулаковского. И Ремей Ильич Садовников, председатель общественной организации Ассоциации ВЭНов Лоханчестайского национального наслега Эгджен Мола. Уважаемые телезрители, на этом мы прощаемся с вами. До следующих встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова